Самая юная лыжница Тани Мироновой в этом году исполнится три года. Она пришла на старт со старшей сестрой и родителями. Получила номер и приступила к разминке под присмотром личного тренера папы. Участвуют и мама, и папа. Мы все хотим, ну как бы, спортивной семьей живем и хотим детей приучать к спорту. Сегодня на мышином поле собралось более 400 спортсменов всех возрастов, хотя изначально было заявлено не более 300 участников. Для каждой группы своя дистанция. Детский старт 500 метров. Ребята постарше 2 километра, мужчины и женщины 9. Олимпийскую дистанцию в 2014 метров преодолели учащиеся колледжи, вузов и трудовые коллективы. Зимние, но жаркие соревнования состоялись в Подмосковье. В связи с непривычными для февраля погодными условиями, бежать спортсменам было тяжелее, чем в прошлом году. Многие оценили трассу как достаточно сложную. Я когда посмотрела трассу, на ней не так легко ехать, скользят лыжи в разные стороны. Я падала уже два раза, когда смотрела лыжню. В лыжных гонках приняли участие не только юные спортсмены, но и опытные лыжники-любители. Владимир Епишкин с супруги встали на лыжи еще в школе. Так с 1956 года и не пропустили практически ни одного старта. Участвовали уже как минимум в 20 лыжных гонках. В 70 лет бегать на лыжах в этом нет ничего необычного, считают супруги. У нас есть РЛС, такой российский лыжный спорт, любители лыжного спорта, ветераны. 80 лет бегают. Есть чемпионы мира среди них. Пока звучит команда на старт для очередных участников соревнований, наша Таня Миронова уже стала победителем и получила первый в своей жизни кубок. Тот, кто не занял призовые места, не расстроился, поскольку каждому спортсмену было вручено свидетельство об участии в соревнованиях «Подольская лыжня-2014». Елена Филина и Владимир Новиков. Новости Подмосковья из Подольска.